Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Это один из самых лучших тренеров в нашей спортивной школе. Мы гордимся, что Евгений Юрьевич выбрал именно нашу спортивную школу. Его знают во всей России. Когда я тоже посещаю фестивали боевых искусств, где выступают ребята с Ульяновска, с Москвы, с Петербурга, я увижу, как я же могу сама оценить это, так как я тоже мастер боевых искусств, мастерство его учеников. В айкидо Евгения привел друг. Сначала пришел с ним на тренировку, как говорится, попробовать свои силы. С первой тренировки Евгения прошло 15 лет, и за эти годы он получил в мировую славу и признание. Айкидо и стало моей жизнью, потому что с этим связано все. То, о чем я думаю, о чем переживаю, с кем общаюсь, взаимоотношения, то, как я себя веду. Это все айкидо. Поэтому айкидо – это и есть моя жизнь. Сами занятия айкидо очень полезны с точки зрения развития не только физической формы, но и развития коммуникации. Ребята на занятиях очень уважительно относятся к тренеру, с удовольствием с ним работают в спаррингах, участвуют в соревнованиях. Кстати, о соревнованиях. Именно они и отличают айкидо от других видов единоборств. Айкидо предоставляет такую возможность заниматься спортом без соревнований. Чем это важно для педагогов, для инструкторов, на мой взгляд? Тем, что вот этот основной постулат, что в айкидо ни в каком виде не должно проводить соревнования, исключает того, что педагог и сами практикующие используют человека как средство для достижения соревнований. Это цель, и спорт использует человека как средство для достижения этой цели. Убрав соревнования, убрав эту цель, целью мы делаем в айкидо, мы делаем целью самого человека. То есть человек и становится целью айкидо, целью занятий, чтобы менять и внешнюю форму физическое состояние, и духовное, внутренний мир, менять самого человека в лучшую сторону, не делать его средством для достижения чего-то. Вот эта вот особенность, она очень важная. Самый лучший тренер – это всегда самый внимательный, самый добрый и самый терпеливый человек в мире. Тот, кто способен увлечь и повести за собой личным примером показать главные ценности как на татаме, так и вне его. К моему счастью, к моей гордости, все эти люди, которые ко мне приходили, которые сейчас продолжают практиковать айкидо, или которые уже завершили именно занятия на татами, все эти люди, встречаясь с ними, общаясь, я вижу, что они нашли себя в жизни и стали хорошими людьми. Я бы хотел сказать, отметить его исключительное упорство и его исключительную внимательность на тренировках. И, может быть, даже если поначалу он, скажем так, двигался вперед, может быть, даже и не так быстро, как многие другие, но эти самые многие другие, может быть, где-то там сверкнули и закончили свой путь достаточно быстро. Но, значит, Евгений очень так упорно, методично, шаг за шагом, но прошел огромную дистанцию, на самом деле, в общем-то, мало кто, в общем-то, в Самарском Айкикайе такую дистанцию прошел. Айкидо – японское боевое искусство. Его техники основаны на перенаправлении энергии атакующего, приводящем к броску или болевому захвату. Основанное на боевом искусстве самураев, в руках своего создателя Марихея Уэсибы, айкидо приобрело весомую этическую заставляющую, направленную на прекращение насилия путем обращения силы агрессора против него самого. Когда человек уважает то, чем занимается, когда он выкладывается на тренировках 100%, это, конечно, будем честны, это очень редко. Но у Евгения Юрьевича это присутствовало с самого начала. Я бы хотел сказать еще, что, в общем-то, кроме того, что он, в общем, один из лучших детских тренеров по айкидо в России, я не побоюсь этого слова, он и сам прекрасный айкидока, в 2014-2015 годах он проходил очень серьезный отбор, который устраивала Федерация Айкидо и Кикай России, и, соответственно, отобрался в команду сборную Федерации Айкидо и Кикай России для участия в всеяпонских фестивалях айкидо. Значит, два раза он принимал участие, это, в общем, говорит о его очень серьезном, так сказать, уровне по итогам 22-го года, прошедшего года. Он был признан Национальным советом Айкидо России, значит, лучшим детским тренером и удостоен премии Торнадо Национального совета Айкидо России. Нестандартная атака, достаточно сложные движения, которые непросто сделать даже взрослому. Благодаря тщательно продуманной методике, четким и понятным объяснениям, наглядным демонстрациям сенсея, ребята замечательно справляются со всеми непростыми заданиями тренера. Самое важное – приходить на каждое занятие с открытым ощущением, с любовью к детям. Вот, неважно даже там что-то, неприятность, все ли у тебя хорошо, там, тебя грустно или весело, но ты должен идти, ты можешь быть даже и грустный, но ты должен приходить с любовью к детям. Тогда они это чувствуют, и тогда занятие и тренировка идет очень хорошо и огромную пользу приносит. Большой труд педагога-тренера ценят родители. Сначала приводят тренироваться детей и сами проникаются в философию Айкидо. По ребенку видно, что ему нравится, так как мы были инициаторами именно на Айкидо, потому что мы больше изучали как родители, почву готовили, и поэтому сами заинтересовались теорией. Поэтому, когда видишь, что ребенок растет, и когда изучаешь саму философию Айкидо, понимаешь, что Айкидо не заканчивается татами. Они выходят с этими знаниями и на улицу, в жизнь, и они несут эту информацию в общении с людьми, в общении со сверстниками, в общении с родителями. И что мне, как маме, очень нравится, что из философии Айкидо закладывается не убить, не уничтожить своей силой, а внутренне сконцентрировать свою силу и продлить ее в энергию творения. Поэтому здесь, мне кажется, в наше время очень сложное, когда подростки практически подоставлены сами себе, иногда бывают. Здесь концентрация философии, боевого искусства, физической нагрузки. И немаловажно, что общение среди подростков в данной школе, оно их объединяет в семью, оно объединяет их в коллектив, который друг за другом переживает. Еще добавляют, им очень повезло, что встретился такой замечательный человек, который наполнил жизнь детей смыслом, радостью общения со сверстниками, спортивным интересом. Он для них наставник в жизни, он пример. И нам спокойно, что этот пример положительный. Он растет вместе с ними, и это очень замечательно, потому что, когда смотришь фотографии, когда они какие были, какой был Евгений Юрьевич, и какие они сейчас, и как они переживают друг за другом, и как они обсуждают какие-то моменты, это очень ценно. Занимаясь Айкидо, Ангелина Абдрахманова уверена, что на тренировках укрепляет не только тело, но и дух, а также сможет постоять за себя в экстремальных ситуациях. Техники просты и в применении естественны. Изучила много приемов и отработала их до автоматизма. Айкидо все равно есть физическая нагрузка, то есть не страшно, по сути, ходить по улице. То есть я могу защитить себя и родных, не используя при этом особой силы, грубой силы, а внутренней силы, сдержанной моей. К примеру, в моей жизни была ситуация, что я училась в школе, и травли все равно бывает, и я даже не знала, как с этим справляться, то есть особо. Родители тоже советовали, и я решила к своему наставнику по спортивной школе подойти, посоветоваться, стоит ли принимать силы, стоит ли вообще реагировать. И он мне дал советы, и это реально мне помогло до конца моей школы, то есть это оставалось два года учебы. То есть травля прекратилась, и данный совет мне очень сильно помог. Я очень ценю своего наставника Евгения Юрьевича, потому что он очень отзывчивый, добрый, очень хорошо относится к детям, любит их, мы его тоже очень любим. Он вкладывает в нас Айкидо, нам очень нравится с ним заниматься. У него самое большое количество из всех тренеров детей, он не имеет права никому отказать, это его внутренние такие установки, берет абсолютно всех детей и доводит до высокого спортивного мастерства. Я очень горжусь, что в моей школе такой замечательный педагог, такой замечательный человек работает. Айкидо многогранно. Сложно назвать одну единственную главную идею. Многие скажут, что это использование силы противника против него самого. Евгений Завьялов считает, что это пребывание в гармонии с собой и окружающим миром. Если эту гармонию кто-то пытается нарушить, то следует ее как можно быстрее восстановить. Может быть, и поэтому Евгений неоднократно лауреат конкурсов профессионального мастерства. Предел мечтаний, как педагога, чтобы мои ученики нашли себя в жизни, чтобы они нашли свою дорогу и были счастливы. Я мечтаю о том, чтобы мои занятия и тренировки по Айкидо расширяли жизненный путь моих учеников, не сужали его до какой-то узкой тропинки, не именно приводили к занятиям вот здесь, на татамике Айкидо, чтобы расширяли, чтобы мои ученики видели все возможности в жизни, чтобы они радовались широте жизненного пути, и чтобы в этом широком, огромном пути каждый бы нашел свое место, где он чувствовал себя счастливым. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций,